Ну вот пока мы тут разбирались со строителями пирамид и древними астрономами, наши современные астрономы открыли новую планету. На ней предположительно есть вода, подобие атмосферы, а значит и жизнь. В чем я лично абсолютно убежден, потому что, наверное, было бы пижонством считать, что мы единственные такие умные во всей нашей Вселенной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если внимательно почитать древние летописи, можно прийти к невероятному выводу. В доисторические времена на Земле могли жить настоящие великаны, рост которых достигал несколько метров. Какими доказательствами сегодня располагает наука, об этом в научно-исследовательском проекте «Время гигантов». Альберт Эйнштейн как-то сказал, различие между прошлым, настоящим и будущим не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая. От этой навязчивости, по мнению ученых-физиков, можно избавиться при помощи машины-времени. Того самого аппарата, который сможет доставить человека в любую точку истории. Как это ни странно, но сегодня многие ученые всерьез утверждают, мы на пороге создания этой невероятной машины. Большой андронный коллайдер уже разогнал микрочастицы быстрее света. А это значит, что то же самое со временем можно сделать и с более крупным объектом, превращенным в пилотскую кабину путешественника во времени. По прогнозам, первая машина будет в нашем распоряжении уже в 2050 году. В каком мире мы живем и кто первым из землян увидит обратную сторону Вселенной? Об этом в проекте «Хранители звездных врат». Август 2008 года. В небе над Европой ученые фиксируют необычные атмосферные явления. Интернет заполняют фотографии облаков странной формы. Сообщения поступают из Женевы и Москвы, Парижа и Мехико. Аномальные облака видят жители Китая, Австралии и Новой Зеландии. Метеорологи пытаются найти объяснение происходящему, но безуспешно. А снимки странных облаков продолжают поступать уже со всего мира. Эксперты по аномальным явлениям считают, что своим происхождением эти облака обязаны Большому Адронному коллайдеру. Ведь впервые эти объекты были зафиксированы в небе недалеко от Женевы. Кроме того, работа коллайдера спровоцировала процессы, выходящие за рамки представления современной науки о реальности. И облако странной формы – ничто иное, как портал в параллельный мир. 19 сентября 2008 года за 2500 километров от Женевы Надежда Рыбина подходила к одной из известных сталинских высоток в Москве на Кудринской площади. Я шла в гости к подруге. Погода была замечательная. Но меня вдруг насторожило, что уж очень тихо было. Я подняла глаза к небу, думая, может быть, это перед грозой. И вдруг увидела это. Прямо над головой Надежды находилось облако странной формы. Это выглядело, как круг нарисованный, как бублик. Внутри было чистое небо, а он как будто бы весь клубился. Облако окружало шпиль высотки. Шпиль как будто бы протыкал его. Я еще пожалела, что у меня не было фотоаппарата. Надежда пересекла двор и подошла к центральному подъезду. И тут поднялся такой сильный ветер, что я не могла сразу дверь открыть. Это было как смерч, который кружился вокруг центральной башни, а облако было над ним, а внизу смерч. И потом стало все сразу как-то темно. Валентина Юрьева, подруга Надежды, ждала ее дома. Я тогда жила в высотке. Надя позвонила, сказала, что уже подходит. Я поставила чайник. Но ни через 10 минут, ни через час Надежда не пришла. Я набрала ее номер телефона, но абонент был недоступен. И я решила, что, наверное, она передумала, и Надя вернулась домой. Но и дома Надежда не появилась. Мы ее искали три дня по моргам, больницам, но ее нигде не было. И вдруг через трое суток звонок. Звонит Надя и говорит, я тут стою перед квартирой, но в квартире совсем другие люди живут. Надежда оказалась в высотке на Котельнической набережной. Валентина тут же отправилась за подругой и нашла ее в состоянии глубокого шока. Я позвонила в дверь, открыла девочка, незнакомая. Расстояние между двумя высотками 7,5 километров. На машине это расстояние можно преодолеть за 10 минут, пешком за час. Надежде потребовалось три дня. Но каким образом это произошло, женщина объяснить не может. Я потянула за дверь, ее было трудно открыть из-за сильного ветра. Стало очень темно. Я потянула снова, вошла в подъезд. Села в лифт и ничего не понимаю, столько времени прошло. Я оказалась совершенно в другом месте. Это была высотка на Котельнической набережной. А я шла в высотку на Кудринской площади. Чуть раньше, 9 августа 2008 года, в пригороде Женевы, на глубине около 100 метров, начались предварительные испытания невиданного по мощности большого адронного коллайдера. Он же большой адронный ускоритель на встречных пучках. Его строительство длилось более 10 лет и обошлось 20 странам почти в 10 миллиардов долларов. А значение для науки можно сравнить только с полетом на Луну. Это сооружение построено под землей в туннеле длиной 30 километров. Туннель этот нашпигован огромным количеством электроники, сверхпроводящими магнитами, которые залиты жидким гелием. Там тысячи тонн жидкого гелия залита. То есть это при сверхнизких температурах, при огромных механических напряжениях, в обмотках магнитов и в ускоряющих системах протекают гигантские токи. То есть ускоритель потребляет огромное количество электроэнергии. Так много, что его включают только в летнее время. А зимой, когда электричество дорогое, его не включают. Но даже в режиме экономии электроэнергии ученые не прекращают эксперименты. И в ближайшем будущем надеются доказать существование суперсимметричного мира. Это нечто похожее на антиматерию, на то, что мир сдублирован, есть частицы и античастицы. То есть у каждой частицы есть античастица. У электрона есть позитрон, у протона антипротон, у нейтрона антинейтрон и так далее. То есть у каждой частицы есть свой дубликат в виде античастицы. И физики сейчас очень хотят для логического построения модели, устройства микромира, чтобы были еще антиподы другого типа. Если такие антиподы удастся обнаружить, для них уже есть имя. Античастицы назовут нейтралина. Кроме существования антиматерии, в коллайдере может произойти встреча с еще одним долгожданным объектом. Черные дыры, несмотря на то, что про них так много говорят, существуют только в теоретических расчетах. И вот, наконец, у физиков появилась возможность подтвердить свою теорию. Мы, такие грубые существа, мы только чувствуем три измерения пространственных и одно измерение временное, всего четыре. А вот в микромире частица чувствует полный комплект измерений, который может быть десять. И вот если пятое измерение недалеко по энергиям, по размерам от возможностей коллайдера, то тогда коллайдер может создать черные дыры. Но они мгновенно разваливаются на более легкие частицы и, в общем-то, никакой опасности для человечества не представляют. Однако, по мнению другой группы ученых, в коллайдере происходят необъяснимые пока события. Впервые на это обратили внимание сразу после первого запуска. Во время тестовых испытаний при разгоне пучка заряженных частиц, часть из них просто исчезла. Те ученые, кто наблюдал за экспериментом, решили, что это ошибки при настройке оборудования. Ведь эксперимент очень сложный. 10 сентября был произведен официальный запуск коллайдера. И снова произошло то же явление. Часть наблюдаемого материала была потеряна. Ситуация повторилась и 12 сентября. А 19 сентября исчез весь пучок частиц. После этого стало окончательно ясно, что ни о каком сбое оборудования речи идти не может. По мнению специалистов, именно разогнанные до околосветовых скоростей частицы и стали причиной многочисленных атмосферных аномалий. Но последствия экспериментов могли быть еще более масштабными и непредсказуемыми. Мы постоянно получаем сведения о разных необъяснимых явлениях. Все они происходят в момент запуска коллайдера. На стенде происходит нечто, о чем современная наука не имеет никакого понятия. Надежда Рыбина уверена, в ее непонятном исчезновении виновен именно коллайдер. И с ней согласны многие исследователи. Коллайдер мог запустить процессы, которые наука не принимает в расчет. И если метеорологи только ищут причину возникновения облаков столь необычной формы, то у экспертов по паранормальным явлениям уже есть ответ. Такие облака часто появляются над так называемыми зонами перехода и свидетельствуют об открытии порталов в иные миры. Обращайте внимание, что эти аномальные явления происходят во время различных выбросов энергии, природных катаклизмов. Например, землетрясение или, скажем, шторм, цунами, метеоритный дождь, ну и так далее, и тому подобное. Наш мир не единственный из существующих. Упоминания о иных мирах есть в культурном наследии всех народов Земли. Так же, как и точные указания мест перехода из одного мира в другой. В этих местах люди встречались с богами, а для удобства общения в зонах перехода строились целые храмовые комплексы. Устремленные к небу, как правило, остроконечные сооружения, мы встречаем почти на каждом шагу. Башенки, шпили, стеллы. Все эти архитектурные излишества – своеобразные антенны. Они принимают и усиливают сигналы иных миров. Сакральные знания древних мы находим и в облике современных станий. И среди таких сооружений – сталинские высотки Москвы. Большая часть всех аномальных зон мира расположена, как правило, в местах повышенной магнитной или электромагнитной активности. Сталинские высотки, например, в этом отношении ничем не отличаются от, скажем, египетских или тибетских пирамид. В архивах спецслужб собрана целая коллекция аномальных, необъяснимых с точки зрения науки фактов, происходящих в этих зданиях. 7 сентября 1947 год. Москва. По приказу товарища Сталина, одновременно начинается строительство семи высотных зданий. Другие стройки по всей стране в этот день отменены. Высотки начинают строить на месте геологических разломов, и Сталин строго запрещает смещать объекты даже на несколько метров. Одну из высоток строят прямо над линией метро. Сталину докладывают о возможной опасности и предлагают немного сместить здание. Но вождь не преклонен. Высотка останется на своем месте. Чтобы выполнить приказ, пришлось разрабатывать уникальную технологию. Вглубь грунта нагнетались охлаждающие смеси, которые замораживали подпочвенные воды. Архитекторы так и не смогли понять, с чем связана такая точность в привязке к месту. Приказы Сталина выполнялись даже вопреки здравому смыслу. Любой ценой. Однако, если допустить, что это была не прихоть вождя народа, а часть плана, то многое становится на свои места. Особенно учитывая то, что Сталин с юности неплохо разбирался в окульдизме и мистике. Биография Сталина всегда редактировалась и коррелировала с самим Иосифом Фессарионовичем. Поэтому эпизод о том, что он учился в бельгийской семинарии, выдуман полностью им, для того, чтобы скрыть то, что он учился в иезуитском колледже в Андреанополе. Это то, что в советское время называлось Ленинаканом в Армении. Обучаясь в этом колледже, он подружился или был согруппником таких достаточно известных людей, которые в мистическом мире всем хорошо знакомы. Это Гурджиев, Балавадская, Успенский, Микоян. Ну и ряд таких, которые известны только в узкому кругу людей. В иезуитском колледже будущие великие мистики постигали основы оккультизма. Среди предметов изучалась и белая геомантия. В китайской традиции она известна как фэншуй. Учение о гармонизации жилищ с потоками космической бневмы ци. Однако основные принципы геомантии у разных народов, несмотря на различия культур, были одинаковы. Древние полагали, что Земля – духовное существо, обладающее разумом и энергией. Есть так называемые святые места на Земле, которые подходят для строительства храмов более чем другие. И если предположить, что Сталин пытался сохранить свою империю еще и сакральными, оккультными методами, то ничего лучше, чем строительство, придумать и нельзя было. Москва всегда была сакральным городом. Городом сакральным, имеющим самое большое количество языческих капищ. И тогда еще в середине войны к нему пришла мысль возродить эти капища, но в более современном варианте. И сразу же после войны он вызвал к себе так называемую первую архитектурную артель и поставил перед ней задачу спланировать на местах этих капищ 8 высоток. Капище у язычников – это особым образом устроенное место для общения с богами. Сооружалось оно членами всей общины. Руководил строительством жрец. Он же проводил различные обряды. Но настоящими хозяевами капища были боги, природные духи и духи предков. Именно капище было у язычников местом, где встречались представители двух миров – мира людей и мира духов – Яви и Нави. Все высотки строились на местах старых капищ. Эти капищи были известны. Капище Ярилы, то есть солнечного бога. Капище Макоши, богини судьбы. Капище Велеса, бога изобилия и бога власти. И все их должно было быть 8. Каждая стояла на своем капище. И восьмая высотка, конечно, должна быть посвящена самому главному языческому божеству – Трояну. Тот, который объединяет тройственность мир. 1947 год. Страна еще не успела восстановить народное хозяйство после Великой Отечественной войны. Города в руинах, миллионы человек без жилья, засуха и неурожай, карточная система обеспечения продуктами. Не самый удачный выбор времени для начала грандиозного строительства. Но вождь настаивает. И здания возводятся в рекордные сроки – за 5-6 лет. К чему такая спешка? По мере введения высоток, как говорится, в действие после их строительства, наша страна делала какой-то рывок. То она первым отменила продовольственные карточки, то мы догнали в атомные гонки Америку, то еще что-то, то открылась нефть, нашли нефть тюменьскую и так далее. То есть страна поднималась очень резко, скачками такими, по мере введения высоток. И высотка Трояна, построенная около Кремля, должна была завершить всю картину, потому что это верховное божество, оно старшее над всеми, оно должно было объединить всю эту семью богов в единую такую, ну, круг, который создаст полную защиту стране и полную ее стабильность. Окружив Москву защитным кольцом высоток, по мнению кремлевских мистиков, можно было не только продемонстрировать всему миру величие страны Советов. Именно на высотках и должен был прочно держаться магический железный занавес. Для достижения своих целей Сталину уже не хватало человеческих ресурсов, требовалось задействовать иные силы. И новостройки должны были в этом помочь. Обычно высотки сравнивают со ступенчатыми пирамидами Египта и Месопотамии. Однако, если присмотреться к ним повнимательнее, то больше они похожи на ритуальные костры язычников. А огонь в магии обладает сокрушительной мощью. Это огромный каменный костер, огромный священный знич, который горит там. Горящий на капище знич давал возможность общаться с неявным миром, с Навью. Миром, в котором живут наши пращуры, герои, боги, всякие лешики, кикиморы и так далее. То есть маленькие башки. Они все живут в неявном мире. А мы живем в явном, в яве. Так вот, грань между явью и Навью, она охраняется вот этим зничем. И если этот знич горит, священный огонь, то через священный костер можно общаться с этим миром. То есть это были места, которые давали, ну, выражаясь современным языком, порталы. Места перехода из одного измерения в другое. Разумеется, это не было личным изобретением Сталина. Пирамидальные сооружения строили довольно часто. Однако в храмовых комплексах постоянно находились только жрецы. Их было сравнительно немного. И жили они за пределами храма. Сталинские высотки, напротив, активно заселялись. В них постоянно проживали несколько тысяч человек. Плюс еще обслуживающий персонал, а также посетители магазинов, ресторанов и прочих общественных мест, находящихся в зданиях. Есть мнение, что сталинские высотки обладают способностью улавливать и преобразовывать психофизическую энергию. Во-первых, заселяли их не случайными людьми, а, так сказать, избранными. Это была элита советского общества, артисты, дипломаты, ученые и так далее. То есть все они могли что-то дать в этот поток, привнести какое-то свое видение и свою какую-то энергетику. Скорее всего, концентрацией энергии и объясняется необычное воздействие зданий на своих обитателей. Давно замечено, что жители высоток в среднем обладают большей трудоспособностью, чем жители других московских домов. Возможно, именно по этой причине создатели проекта использовали одно из зданий как учебное заведение и разместили в нем главный университет страны. Другое отвели под Министерство иностранных дел. А уж главная советская пирамида Мавзолей, по мнению исследователей, обладает поистине магическими свойствами. Судите сами. Советские правители, регулярно стоявшие на Мавзолее, и выпить любили. И режим у них был отнюдь не санаторный. Но несмотря на вредные привычки, колоссальные и регулярные стрессы, неизбежные спутники жизни политиков, все они, начиная со Сталина, жили и живут долго. В среднем 76 лет. Например, Ворошилов. Прожил 88 лет. Буденный 90. Молотов 96. Акаганович 98. Брежневский период правления вообще часто называли геронтократией. Как будто из Мавзолея во время парадов и демонстраций поднимался какой-то подок таинственной омолаживающей энергии. Чтобы разобраться, в чем тут дело, в одной из московских лабораторий была создана установка, в основе которой лежит модель Сталинской высотки. Исследователем Михаилом Калюжным создан специальное устройство, создан специальное устройство, которое в каком-то виде повторяет свойства этих пирамид. И, соответственно, может использоваться для структурирования и видоизменения окружающего пространства. Изменение пространства происходит пока только в лабораторных условиях. И если сначала эксперименты проводились на пчелах, то теперь, после первых результатов, в лаборатории появились и добровольцы. Офицер Алексей Климов потерял зрение во время несения службы много лет назад. Не отчаялся и даже не вышел в отставку, а продолжает служить в российских вооруженных силах. На предложение ученых принять участие в эксперименте согласился почти сразу. Они меня не убеждали, просто какая-то уверенность в том, что они делают, заставила меня пойти им навстречу. Определенный период занимаясь, я сразу почувствовал изменения. Изменения какого характера? Внешне этого не видно. Больше чувствуешь внутреннюю уверенность. Прежде всего, у меня восстановились малоповрежденные части моих функциональных каких-то моментов. Ну, это подвижность стала более активной, суставы. То есть, это начало с малых травм. Потом перешло, общее физическое состояние стало лучше, что позволяет мне более уверенно себя чувствовать. Потом я стал чувствовать о том, что самое основное, что я утерял, это зрительное восприятие мира. Сказать, что я стал видеть, наверное, было бы неправдой. Но то, что я стал четче ориентироваться, это даже стали замечать, ну, люди, которые меня окружают, мои профессиональные деятельности. А сами ученые обратили внимание на еще одну закономерность. Стоит прибору немного поработать, в небе над зданием, где он находится, появляются аномальные объекты, так называемые плазмоиды. Явление это настолько тесно связано с работой установки, что ученые неоднократно фиксировали его. Похожие плазмоиды много раз видели и над высотками. Видимо, эти здания настолько чутко реагируют на малейшее колебание, что очаг возмущения, например, землетрясения, может быть, на много тысяч километров отстояли от Москвы. Сама конструкция способствует этому, конструкции этих зданий. Она как антенна, улавливает энергию. Судя по всему, высотки планировались как многофункциональные сооружения. Но в чем состоял замысел вождя народов, мы теперь можем только догадываться. Проект не был завершен. Сталин умер, так и не построив две из задуманных девяти пирамид. Высотка трояно была не завершена. И, в общем-то, все высоточки работают, все капища работают сами по себе, но очень индивидуально. Потому что нет, ну, скажем, главного, старшего, который бы направлял, куда идти все вместе. Поэтому, по всей видимости, и задача, которую ставил Иосиф Исарионович, не была завершена. Высотки продолжают генерировать энергию, создавая вокруг себя аномальные зоны. Заметьте, все эти здания тщательно охранялись и охраняются. Попасть на чердак, например, жильцы не могли. Возможно, предполагалось построить и специальные помещения для порталов. Исследователи аномальных явлений изучают высотки сравнительно недавно. А значит, встреча с рукотворными порталами времен развитого социализма нам еще предстоит. Определить место возможного портала некоторым исследователям удается. Но открыть его самостоятельно еще не смог никто. Если будут соблюдены все условия, то портал откроется. По сути, нужен приемник энергии и сама энергия. Колоссальное количество энергии. Проблема в том, что редко удается оказаться в нужном месте в нужное время. Москвичу Виктору Самухину это однажды удалось. Переход в параллельный мир произошел с ним на 38-м километре шоссе Москва-Рига, недалеко от пирамиды Голода. Виктор ехал мимо, и вдруг рядом ударила молния. Решив, что начинается гроза, Самухин остановился и пошел к пирамиде. Зашел внутрь. Там пирамида как пирамида, да, ну, в общем, ничего там внутри особо такого не было. Но то, что увидел Виктор, выйдя из пирамиды, повергло его в состояние шока. Минут 5-7, там, ну, может быть, 10 я приходил в себя, то есть, ну, вообще не мог поверить, да, вот в то, что происходит сейчас со мной. Это был ноябрь месяц. Оказалось, что на улице лето. И вообще, на самом деле, конечно, я был в шоке, потому что мало того, что лето, а оказалось, что я нахожусь на пляже и вижу перед собой теплое море. Берег выглядел так, будто на него никогда не ступала нога человека. А потом, ну, конечно, я пошел искупаться, потому что, как бы, да, море казалось теплым. Вот, вода тоже была теплая. Выйдя из воды, Виктор вдруг почувствовал необычную усталость. Мне сильно захотелось спать. И я прям там лег, вот, где был, да, на пляже и задремал. Проснулся Виктор от холода. Он лежал около своей машины. Сначала я подумал, что, ну, то ли я сознание потерял, то ли мне плохо стало, ну, в общем, ну, решил, что мне это показалось. А потом в руках обнаружил ракушку, в карманах был песок и солнечные ожоги на теле в большом количестве у меня были. Возможно, Виктор попал в так называемую зону перехода. Эти зоны иногда возникают стихийно. Обнаружив такое место, исследователи отмечают на карте его координаты и начинают наблюдать. О таких аномальных зонах знали и наши предки. И в зависимости от воздействия на человека место считали либо гиблым и избегали его, либо называли местом силы и строили рядом святилище. Много веков жрецами создавалась карта звездных врат. На нее наносились зоны перехода из одного измерения в другое. Обратите внимание, все зоны представляют собой треугольники. А находятся эти треугольники в областях разломов земной коры, в местах повышенной геомагнитной активности. Здесь магнитное поле Земли создает оптимальные условия для возникновения в зоне перехода в параллельные миры. Организация такого рукотворного портала была делом непростым. Необходимо было соблюсти несколько условий. Нужен был мощный генератор энергии, причем не только физической, но и психофизической тоже. Вполне возможно, что сегодня существуют и функционируют порталы в Египте, на Тибете, в Перу, например. Ну и, конечно, у нас. По мнению специалистов, самые древние существующие на планете переходы в иные миры находятся на Тибете, на горе Кайлас. В религиозных текстах буддизма и индуизма о Кайласе говорится следующее. Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги. Тот, кто увидит лики богов, должен умереть. Согласно некоторым верованиям, когда вершина Кайласа окутана облаками, видны вспышки света, на которых можно видеть многорукое существо. Индуисты говорят, что это один из верховных богов, Шива. Участники экспедиции на Тибет во главе с профессором Молдашевым пришли к выводу, что комплекс пирамид Кайласа, так называемый город богов, был построен представителями высокоразвитой цивилизации, которые знали законы тонких энергий и умели ими управлять. Город богов, кстати говоря, состоит из огромных монументов древности. Вот это в основном пирамиды, зеркала времени, такие вогнутые конструкции. Средняя высота примерно полкилометра, 500 метров. Вот для сравнения я скажу, что высота пирамиды Хеопса 146 метров. Эти огромные пирамиды, они полуразрушенные частично, это как бы были опилены все скалы, все было вот прямо было вырезано, каким-то как будто бы лазерным лучом все это было сделано. Это невероятно. Профессор Молдашев считает, что пирамиды многофункциональны. Одной из главных функций является то, что они служат вратами в параллельный четырехмерный мир. Эти выводы были сделаны после того, как в одной из пирамид Кайласа исследователями был обнаружен вход в параллельный мир. И вот вы знаете, вот ясно видно, что это искусственное творение. Такое ощущение, что огромная каменная дверь, примерно где-то 100 на 200 метров, вот с той стороны, с какой-то пустоты, она вот так берет, прикладывается. И вот разговор с местным ламой. Эта дверь так и называется. Дверь в Шамбалу. И открывается с помощью заклинания. Дверь в Шамбалу пока плотно закрыта. Но за тысячи километров от Тибета через другую дверь в наш мир приходят удивительные существа. На этот объект можно попасть только по специальному разрешению правительства Перу. Врата богов, как они издревле назывались перуанскими старейшинами, находятся в 35 километрах от перуанского городка Пуно, рядом с легендарным островом Солнца на озере Титикака. По сути, это высеченная в скале огромная дверь. В центре этой двери находится отверстие, которое, скорее всего, было чем-то вроде замочной скважины. Ну, согласно легендам местных жителей, там появляются какие-то странные люди перед этой огромной дверью, и в ней исчезает. Она каменная дверь. Да, в наше время, в наше время, да. Врата являются достоянием цивилизации инков, и в старые времена через них, дорогой богов, самые талантливые из героев могли уходить в лучшие миры. И герои уходили, многие навсегда. Но некоторые возвращались, наделенные знаниями, которые никогда не смог бы получить простой смертный. По верованиям перуанцев, однажды эти врата будут открыты, и боги вернутся на солнечных кораблях, на свой остров Солнца. Ну, почитав, так сказать, древние предания, там инков, там аймары и так далее, индейцев, там, ну, оказалось, что этот остров Солнца это центральное место занимает во всех преданиях. Это место, где было создано человечество, где оно появилось впервые после потопа, где опускался сын, бог Солнца опустил на этот остров своих сына и дочь, там, и так далее, и так далее. То есть вся мифология Южной Америки завязана на этот остров. С островом Солнца связаны и легенды о таинственном материке Лемурии. Много тысячелетий назад этот материк населяла высокоразвитая цивилизация. Лемурийцы могли путешествовать во времени и пространстве. Им были открыты тайны перехода в другие миры. Но материк погрузился в океан, а сами лемурийцы покинули Землю. По легенде, свои знания они поместили на золотой диск. Великий мастер Араму Муру спрятал его около озера Титикака на острове Солнца. Многие поколения людей искали этот магический диск, но так и не нашли. Ищут его и потомки лемурийцев. Свидетельство их визитов есть еще в древних хрониках индейцев. Согласно записям древним, которые там приземлялись, золотые какие-то корабли небесные, выходили люди, похожие создания, похожие на людей, с перепонками на пальцах и совсем не похожи. Ну, отличные сильно от людей, да. Все это есть в хрониках, все записано. По легенде, лемурийцы оставили четкие указания, где искать золотой диск. Но одни историки считают, что документ этот давно утерян, другие, что его и вовсе не было. Но российский математик Владимир Пахомов утверждает, послание есть. Оно дошло до наших дней, правда, в зашифрованном виде, но его можно прочесть. А началось все с древней книги. Книга Еноха. Один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета. Она была написана в первом веке до нашей эры от имени ветхозаветного патриарха Еноха. Книга Еноха повествует о чем? О том, что с неба спустился отряд ангелов в 200 человек, так скажем, да. Еноха их называет ангелами. Они сами себя называли наблюдатели. Так вот, 200 наблюдателей спустились с неба, стали обучать людей разным ремеслам, изучать флору и фауну земли. А особенно научили Еноха их языку и вдалбливали ему долго, и объясняли календарь, который, собственно говоря, он и записал. Это тот самый календарь, который мы используем каждый день, вот уже 7 тысяч лет, называя его Григорианским. В нашем календаре действительно закодировано послание древней суперцивилизации какой-то, неизвестной. Послание, зашифрованное в календаре, привело Пахомова на остров Солнце к порталу Арму-Муру, который связан с созвездием Ориона. Возможно, именно там теперь обитают потомки лемурийцев. Но и это еще не все. Вот я взял, заменил каждое число, поставил в соответствии определенную ноту, там, один это до, два это ре, там, и так далее, да, взаимно однозначное соответствие. Заполнил эту табличку этими нотами и безо всякой обработки просто попросил компьютер сыграть мне эту, что получилось. Получилась мелодия. Причем, знаете, случайно мелодия получиться не может. Случайно может получиться или какой-то невообразимый шум, или максимум ритм. Удивительно, но побывавшие в порталах утверждают, они уже слышали эту музыку. Именно эта мелодия изменила три года назад представление Алины Бергельсон о реальности. В это время она гостила у друзей во Франции. Париж очень мистический город. И однажды, гуляя по одной из его улочек, мое внимание привлек старинный особняк. Я спустилась по лестнице и очутилась в длинном коридоре. Девушка долго шла, коридор все не кончался и не кончался. Везде был свет. И в дверном проеме я увидела силуэт мужчины. Я не слышала звуков, но понимала все, что он мне говорит. Я обратила внимание на строение его рук и головы. Они отличались от человеческих. И в этот момент я поняла, что передо мной был хранитель портала. Из телепатического сообщения Алина узнала, что на планете существует 12 основных порталов. Но попасть туда могут только посвященные. Однако есть множество мелких, стихийно возникающих порталов. Это так называемые гиблые места или аномальные зоны. Как правило, они располагаются в местах разлома и характеризуются паранормальными явлениями. Именно в таких местах чаще всего пропадают люди. Человек, попавший в такую зону, серьезно рискует. Ведь наш мир отличается от сопредельных. И переместившись в него, человек оказывается в совершенно другой среде. Есть миры населенные, есть пустынные, есть развитые и находящиеся только в начале эволюции. Но есть те, кто стоит на страже порталов, так называемые хранители или стражники. Они не позволяют нашим мирам пересечься и вовремя возвращают случайно попавших людей обратно. Но главная задача хранителей заключалась в помощи людям и охране порталов. Случайно попавший в портал человек может провести там от нескольких часов до нескольких дней. При этом, вернувшись, он не будет помнить, что с ним произошло. Такое влияние на человека оказывает сам портал. И стражники, которые обладают определенными психофизическими силами, способными контролировать человеческий разум. Дважды войти в портал могут только посвященные. Хранители закрывают звездные врата от случайных гостей. Но, возможно, настанет время, когда переход в иные миры будет не делом случая или магическим ритуалом, а научным достижением. Гипотеза сотрудника Московского института РАН Вячеслава Докучаева помогает определить местонахождение иных миров. По мнению ученого, они находятся в черных дырах. Самая интересная черная дыра, кандидат в черную дыру, находится в центре нашей галактики, Млечного Пути, и имеет массу примерно 4 миллиона масс Солнца. Это огромнейший объект с размерами порядка долей Солнечной системы. И он особенно интересен тем, что можно внутрь такой черной дыры прыгнуть, не разрушившись. Или отправить туда космический аппарат. Вот когда он влетит внутрь такой черной дыры, под ее горизонт событий, мы снаружи перестанем его видеть. Но, возможно, этот аппарат увидит внутри планеты, вращающиеся вокруг центральной сингулярности. В черных дырах могут существовать целые планеты с развитыми цивилизациями, а не только микрочастицы материи, как считалось раньше. В рамках этой гипотезы каждая черная дыра является порталом или пространственным временным туннелем, связывающим нашу Вселенную с другой Вселенной. В данном случае, говоря о черных дырах, мы говорим о вселенных, которые существуют внутри черных дыр. Гипотеза заключается в том, что самые развитые цивилизации в нашей галактике живут внутри черной дыры, в центре Млечного Пути. И для этой жизни у них есть масса преимуществ. Центральная сингулярность их освещает вечно. Это первый момент. Второй важный момент, что они живут в безопасности, их никто не видит и не может им никак повредить. А они наблюдают всю внешнюю Вселенную. Потому что все сигналы, радио, свет, что угодно, электромагнитные волны любой длины волны падают внутрь, и они видят всю внешнюю Вселенную. Это второе преимущество. А третье преимущество заключается в следующем, что они могут оттуда, по внутреннему пространству временному мосту, вылететь, но не наружу к нам, а в другую Вселенную. Для общения между цивилизациями главное препятствие – огромные пространственные и временные масштабы Вселенной. С черной дыра, который является порталом в другую Вселенную, ближайший от нас, находится на расстоянии 10 тысяч световых лет. Значит, даже со скоростью, близкой скоростью света надо лететь туда 10 тысяч лет. А с нашей техники вы будете лететь 10 миллионов лет. Я к тому, что разговоры о внеземных цивилизациях нужно всегда соизмерять с временем. Вот пусть они нас увидели и к нам летят. Но лететь им очень долго. И можно быстро состариться. В этом проблема. Однако, как выясняется, и эту проблему можно решить. Физики давно разрабатывают теорию перемещения через время и пространство. Тоннели, возникшие сразу после Большого взрыва, пронизывают Вселенную и позволяют с немыслимой скоростью преодолевать огромные расстояния. Последние исследования физиков подтверждают возможность путешествия между мирами с помощью этих тоннелей. Так может быть, таинственная Лемурия находится внутри одной из черных дыр в созвездии Ориона. И по пространственно-временным тоннелям лемурийцы посещают Землю. Вполне возможно. Редактор субтитров А.Семкин